Да, слетели одни, один улей слетел. И снова всем привет пчеловоды. Хочу показать вам, как я поймал рой пчел. Я даже не подразумевал, что мне здесь пчелы. Минут 15 назад я прошел, пчел не было. Смотрите, я сделал вот такой вот пакет конусный, по-быстрому, полтора метровый. Сверху пельцо, снизу примерно диаметр 80. Взял вот так два бутыля, распилил по-бырому, соединил, повешал на лесенку, чтобы куда было стряхать пчел. Сверху, как полагается, я повешал ловушку, потому что всех пчел я не соберу, но пчелы уже там роятся. Ну, как роятся, то есть они там что-то там мутят по-своему. Конечно, если вы знаете, напишите в комментариях. Вот, смотрите, я их натрес. Их немного, ну, килограмма-полтора, наверное. Я думаю, так что это немножко. Пчел собрал, укусила одна в кость, в ладошку. Блин, скажу вам, это больно. Это очень больно. Вот у меня ловушечка. Вот смотрите, как они переползают. Вот по стволу сползают. Я их намочил. Взял, развел мед в воде, в тепленькой. И, короче, опрыскал их всех. Они летать не могут. Которые летали, они летают. Они кружат прям, блин, дико кружат. Смотрите, вот они сползают. Я не подставил веточки. Они своими путями, то есть сползают вниз, потом поднимаются по веточке. Некоторые взлетают, подлетают. Но они переползают. То есть, вот грамм 200 пчел, все-таки поползухой-переползухой. Передвигаются куда им надо. Вот такая красота. Смотрите, вот что будет дальше. Вы будете в шоке. Потому что я делаю все по-своему. Смотрите, я вот взял. У меня был японский улей такой вот сделанный. Полтора года стоит. Я вот все мечтаю его заселить. Вот он, наконец, мечта сбылась. Я его стянул стяжками. Видите, железячки по краям. Чтоб он у меня не расползался. Потому что он открывался. Вот эта крышка. Без комментариев. Смотрите дальше. Все это я делаю, спрыснул. Также медовой водичкой. Весь улей тоже спрыснул. Медовой водичкой. Но. Есть небольшое но. Чуть-чуть ниже верхнего литка. Вот эти, видите, пчелки. Они стоят у меня под яблоней. Ловушка. И эта бочка. Короче, смотрите. Чуть-чуть пониже литка я поставил целлофан. Вот он, литок. Видите? Тридцаточка диаметром. Целлофан никак не закреплен. Просто вот он туда входит. И подвернутый. То есть, рано-рано утром, возможно, даже часа в четыре, я не дам отсиживаться пчелам. Потому что у нас вообще неизвестно, какая-то погода, блин. Я их даже, может, просто посреди ночи вот вытряхнул. Сегодня, конечно, не буду, потому что уже первый час. Так что, ребята, смотрите. Я их вытряхну, поставлю вот так крышку, закрою целлофаном и все. И все. Теперь я их вытряхну.